Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал! Я вас рада видеть! И в этом видео я буду проверять лайфхаки от подписчиков. Я проверю сегодня два из них. Также свои идейки для того, как сделать тимпл-димпл, вы можете писать в комментариях, точнее из чего. Первый лайфхак. Мне его посоветовала моя подписчица. Её канал называется Саша Стар. Также спасибо тебе большое за такую идейку. И суть в этом лайфхаке заключается в том, что нам надо делать саму пупоршку из вата, а потом клеить скотчем и должен быть хороший звук. Давайте проверим. Но вначале нам сами надо нарисовать основу. Я это уже сделала за кадром. Здравствуйте, я решила нарисовать такую хеллоу китти, как меня просил кто-то из моих подписчиков. Да, у меня ещё есть где-то примерно 7 идейки, в виде чего сделать тимпл-димпл, ну, либо же поп-ит. Вы можете поставить видео на паузу и её срисовать. Тут у меня круглешочки. Кстати, их можно обвести, взять скотч и обвести внутреннюю часть, а потом сам круглешочек сделать и обвести часть, которую снаружи круглешочек. Также ещё можно использовать скотч и циркуль и любые другие круглые предметы. Также, чтобы было больше реалистичнее, по бокам я решила сделать такую небольшую полосочку и тут объём. Но вы можете этого и не делать. И сейчас нам сми надо это всё обвести либо же лайнером, либо чёрной гелевой ручкой. Я буду использовать лайнер 02. Такое должно получиться. А сейчас нам досереть те карандашные линии, потом уже раскрасить наш с вами будущий симпл-димпл, либо же добавить тени, как это сделаю я. А сейчас нам надо обклеить нашу с вами Hello Kitty скотчем с одной стороны, а потом её вырезать. Затем нам надо вырезать эти круглешочки. Для этого мы берём циркуль. Также, если же вы ещё маленькие, то обязательно просите помощи у взрослых. Делаем такую дырочку. Дальше берём ручку, не важно пишет она, либо же не вставляем в эту дырочку и делаем её побольше. А потом уже берём маникюрные ножнички, вставляем сюда и вырезаем по контуру. И всё то же самое делаем с этим кружочком. Сейчас я это всё сделаю из-за кадра. И таким образом вы должны были это сделать. А сейчас нам надо сделать заднюю часть, и которая по серединке. Её лучше всего делать из прочного картона. Его можно взять из коробки под обуви. Я уже вырезала заготовки, и такие они у вас должны получиться. А сейчас самый долгожданный момент. Мы с вами попробуем сделать сами пупыршки. Для этого нам понадобится ватный диск. И сейчас мы берём под этот размерчик рисуем кружочек. Главное, чтобы этот круг был больше, чем вот этот. Я обводила внутреннюю часть, а теперь снаружи. Для этого я беру фломастер и вот так вот обвожу. И теперь это всё надо вырезать. Так вот, должно получиться. А теперь нам надо обклеить с двух сторон скотчем. И теперь обрезать скотч под форму круга. И потом нам доделать такой надрезик, доходя до серединки. И таким образом склеить скотчем. Также ещё можно сделать вот так, чтобы наша пупыршка была более круглей. И заклеить тут скотчем. А теперь нам надо приклеить эту пупыршку к заготочке, которая по серединке. Таким образом заклеить с этой стороны и с задней. Я буду использовать такие небольшие кусочки скотча. И заклеиваем. И с задней стороны тоже. Всё то же самое делаем с другого пупырка. И таким же образом её приклеиваем. И теперь на этих кружочках надо нарисовать глазки. А чтобы нарисовать глаза ровно, нам надо взять нашу с вами заготовочку, сделать так, и потом уже рисовать глазки. И так у меня получилось. А сейчас нам надо склеить вместе переднюю часть, среднюю и заднюю часть. Можно использовать двухсторонний скотч, но я буду использовать клей момент кристалл. Вот такой. И такая Hello Kitty у меня получилась. Сейчас давайте её затестим. Мне кажется, звук очень классный. Вот так она, кстати, милее. Так, у неё просто объёмные глаза. Так, второй лайфхак от моего подписчика. Канал называется YouTube. Прости, если же неправильно произнесла название твоего канала, напиши в комментариях, как правильнее. В общем-то, суть заключается в том, что нам доделать пупырки из ткани, потом клеить с двух сторон скотчем. Как вы думаете, получится сделать хорошую пупырку, либо же нет, напишите в комментариях. Мне кажется, что 40% же получится, только и 60%, что нет. Ну, давайте пробуем. Вначале нам с вами надо нарисовать основу для самого Simple Dimple. Я это сделала за кадром, и вот раз я решила нарисовать такого мишку, как мне кто-то просил из подписчиков. И сейчас нам его надо вести либо же лайнером, либо же чёрной ручкой. Я буду вводить лайнером 03. И потом в середине карандашной линии раскрасить нашего с вами мишку. И так у меня получилось. Раскрашила я его под цвет ткани, а сейчас нам надо его вырезать и эти кругляшки тоже. Чтобы вырезать эти кругляшки, нам понадобится циркуль. Также, если маленький, то обязательно просите помощи у взрослых. И делаем в кружочке такую дырочку. Дальше берём ручку, не важно, пишет она, либо же нет, и делаем эту дырочку побольше. И теперь вставляем сюда маникюрные ножнички и вырезаем по контуру. Всё то же самое делаем с этим кругляшком. И такое должно получиться. А сейчас нам доделать такую же детальку, которая будет посерединке и сзади. Чтобы сделать заднее, нам сегодня надо взять картонку, перевернуть нашу свою мишку, так подойти к окну, и это всё обвести. А заготовку, которая должна быть посерединке, можно сделать из плотного картона. Его можно взять из коробки под обувь. Мы просто берём мишку, обводим и также всё вырезаем. И таким образом вы должны были это сделать. Задняя заготовочка. Также ещё сделала две из картона, чтобы было прочнее, потому что они у меня такие тоненькие. И верхняя часть. А сейчас он стал самый долгожданный момент. Мы с вами попробуем этот лайфхак. Для этого нам с вами надо взять ткань. У меня она вот такая вот плотненькая. И нарисаем на ней кружочки. Я это уже сделала. Главное, чтобы они были больше, чем вот эти. Это важно. И сейчас нам надо обклеить эту ткань с двух сторон. Скотчем с этой стороны и с этой. Я уже всё сделала. Также на этой пупорочке я сделала три слоя скотча спереди и сзади, а на это два слоя спереди и сзади. Посмотрим, какая будет лучше кликать. А сейчас нам надо вырезать эти круглые штучки. Потом нам доделать такой небольшой надрезик, доходя до серединки. И склеить таким образом скотчем. И потом нам доделать по бокам небольшие такие надрезики. Берём мы с вами нашу с вами заготочку по серединке и примеряем. Если надо, то делаем эти надрезики побольше. Сейчас нам эти конусы надо приклеить вот сюда и также эту заготочку потом склеить, нижнюю и верхнюю части. Сами конусы я буду приклеивать на скотч, а приклеить можно на двухсторонний скотч сейчас, либо же на суперклей. Я буду использовать клей момент кристалл. Также конусы я заклеивала с двух сторон скотчем, чтобы было прочнее и чтобы они не выскочили. Я уже додела моего мишку, также ещё по бокам. Я обклеила изолентой и покрасила её маркером. Такого же цвета, кстати. Немного получилось по бельне, потому что тут белый цвет. Вот такой двойной симпл-димпл у меня получился. А сейчас давайте его затосим. Тут три слоя скотча, тут два. Также пишите в комментариях, какая пупырка вам нравится больше всего. Тут где три слоя скотча, либо же где два слоя. Не знаю почему, но лично мне нравится пупырка, где два слоя скотча. Такой симпл-димпл. Мне кажется, что этот способ работает, но по сравнению с бутылкой, она, конечно же, выигрывает. Лучше всего делать симпл-димпл из бутылки. Но мое видео подошло к концу. Сегодня я проверила два лайфхака от моих любимых подписчиков. Также идеи для того, как сделать симпл-димпл, пишите в комментариях. Я обязательно проверю ваш лайфхак, если же я его еще не проверяла. Давайте затестим. Такая колл-кити. Я глаза рисовала вот так, не вот так. Но только она получилась милее. И такого мишку. Кстати, он похож на Желинова. Ну, мне кажется, способ с ватой лучше. Ну, а вы пишите в комментариях, что вам больше нравится. Хлоу-кити, либо же Мишка. И кто лучше кликает. Ну, а с вами была Ярина. Вы обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Также еще нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю. Вы мои самые лучшие. Бай-бай.